Стеклохолст, пару слов тоже скажу про стеклохолст малярный Дана Гипс. Плотный 40 грамм на метр, намотка 50 метров. А чем он хорош? Он хорош тем, что его структура идеально подходит для приклеивания этого стеклохолста на готовые полимерные шпатлевки, как мы уже сказали, суперденежки, не про спрей. Здесь у этого холста не частые короткие волокна, а наоборот длинные, чуть пореже. Плотность холста достигается большим количеством свистывающего, то есть эти 40 грамм на метр, примерно больше 60, ну почти 70% составляет сами вот эти вот стекловолокно, вот это сами волокна, и 30% это связующее. За счет того, что само стекловолокно оно легкое, а связующее тяжелое, за счет этого удается достичь такого тонкого и при этом прочного стекловолка. Который из-за своей вот такой небольшой разряженности позволяет очень хорошо пропитывать шпатлевку через толщу самого полста. То есть стеклохолк, когда мы заглаживаем, то есть шпатлевка проходит через стеклохолк, прямо через структуру, а не только через края. И поэтому мы избегаем всевозможных вот этих так называемых целлюлитов или расслоений и прочих дефектов в работе. Сейчас мы как раз будем демонстрировать. Саша, расскажи, как мы готовим основание перед приклеиванием стеклохолста. Как ты уже сказал, стеклохолк в основном используется на микронно-минеральное основание, для того, чтобы скрыть эту микротрещину в черепашку. То есть подготовка какая основание? Вы проверяете шпатлевку. Если у вас шпатлевка сделана хорошо, нет вам по ней никаких перепадов, ничего. То есть вы ее ошкуриваете, какие-то там огрехи все-таки убираете, вы грунтуете один к другу. А если у нас шпатлевка заглинцована? Если у нас шпатлевка заглинцована, то нам тогда надо необходимо сбить этот глянец. И потом, опять же, предварительно заглинтовав, уже клеить стеклохол. То есть на заглинцованную шпатлевку сразу приклеивать стеклохол. Мы не рекомендуем под таким причинам, что есть момент того, что может там где-то что-то надуться. Потом при дальнейшем окрашивании будут проблемы именно с этими заглинцованными моментами. Там будет много впитываемость и могут возникнуть усилия. Если еще пару слов добавлю про грунт-концентрат, грунт-концентрат доногипс, почему мы рекомендуем использовать, чем вообще это будет удобно и хорошо. Потому что дисперсия, из которой сделан грунт-концентрат доногипс, она очень похожа. Она из одного класса, из одной группы с дисперсиями, которые применяются при изготовлении готовых шпатлевок суперфиниш и проспрей, поэтому они очень хорошо совместимы. Если у нас основание сильно впитывающее, например, гипсовая штукатурка, то мы рекомендуем разбавлять грунт-концентрат один к одному перед приклеиванием стеклохолста. Если у нас основание мини-питывающее, такое, как картон, гипсикартон, то здесь мы, соответственно, расплавляем уже антипин воду. То есть одна часть грунта, две части воды. После этого уже можно, соответственно, наступать приклеивание. Ну, естественно, здесь у нас есть... Да, у нас генерального основания нет. Приклеивание мы покажем на листе гипсокартона. Будем считать, что это штукатуренный поверх. Вот еще один момент. То есть если у вас штукатурка сделана, ну, не очень качественно, то вам придется, ну, как бы, ее подтянуть. Там используются тогда уже не финишные пасты. В нашем случае это джет-девять или джет-пять. Сухая полимерная паста обветавливает с основания до ропата. Потом грунтуется и расцветка украинца стекла. То есть вы должны понимать, что стеклохолст у вас, в принципе, где он повторит всю неровность штукатурки, которая у вас есть. То есть там, ну, если есть какие-то сделаны, то лучше... Ну, не лучше, а надо как-то сделать базовую сумму, и потом уже клеить стеклохолст. То есть стеклохолст клеится на штукатурку. Ну, в том случае, ну, без базового слоя. Если она сделана, я же повторяю, что хорошо. Если она сделана, то хорошо сделана. Ну, что, приступим, Александр Сергеевич? Да, давайте начнем. У нас сегодня нам также в помощи породованием компании «Грака» аппарат «Марк-Инс», «Марк-10». Соответственно, здесь у него достаточно высокая преимодительность. Наверное, даже излишняя для того, чтобы наносить финишные пасты. Поэтому можно наносить материал, можно даже разбавлять. Если разбавлять, то не сильно. Сколько примерно, Саша, ты рекомендуешь, чтобы ведро проспрея добавлять в воду? В проспрея разбавляется 5% от общей массы. Ну, это максимум. По идее, можно даже несколько меньше. Особенно для высокопроизводительных аппаратов. Ну, то есть, перед приклейкой что важно? Важно шпаклевку перемешать, миксером, чтобы она привела однородную консистенцию, и при перемешивании она все равно... Я извиняюсь. При перемешивании она все равно станет немножко жиже. Шпаклевка станет, ну, то есть, и приобретет наибольшую консистенцию для распыления. При приклеивании стеклоклоска есть две технологии. То есть, приклеивание стык в стык и приклеивание с прорезкой. Сегодня я вам покажу на примере приклеивание с прорезкой, какие тонкости есть. И, опять же, как уже сказал Александр, можно приклеить... ну, некоторые мастера приклеивают на стеклоклоск, на гипсахарбон. Ну, там это больше для того, чтобы наврагивать эту толщину. То есть, это используется стеклоклоск, как юный маяк, не больше. Там какие-то локальные трещины, если они такие серьезные, он не выдержит. Максимум, что он сделает, это замаскирует их. То есть, если подойти ближе, то она все равно будет читаема. Ну, почему мы покажем с прорезкой? Потому что некоторые нюансы по приклеиванию по гипсахарбону с прорезкой все-таки присутствуют. Ну, и мы в процессе приклеивания, я расскажу об этих нюансах. Вы можете, в принципе, применять тот способ, который вам удобен. Вообще, на практике обычно так и получается, что начинают... Но способ с прорезкой он проще, он чуть-чуть быстрее. Но не требует такой точности там, в подгорнке. Поэтому обычно начинают все, когда лично переходят, например, с клея на приклеивание стеклофолста на шпатленку. Обычно сначала применяют способ с прорезки. Потом в процессе работы, когда уже скорость увеличивается, когда темп работы, ну, когда рука набивается, уже многие переходят уже в процессе на приклеивание стеклофолста в стык. Грустование основания перед отечением клевого клоя в подвертке дает нам увеличение открытого времени работать в подвертке. То есть это основной, можно так сказать, плюс, который дает здесь груз. Слой у нас средний, где-то в районе, я думаю, одного миллиметра плюс-минус. Соответственно, если мы нанесем шпатлевку более тонким слоем, соответственно, есть вероятность того, что у нас могут возникнуть непромазанные участки. И, соответственно, шпатлевка будет очень быстрее подсыхать на основании. Поэтому слой миллиметр, он идеальный с точки зрения того, чтобы избежать неровностей в процессе заглаживания и для того, чтобы было достаточно время открытой работы материала на стене. То есть какие тонкости у нас при приклеивании? При разглаживании важно использовать жесткие шпателя, жестким лезвием для того, чтобы выгнать шпатлевку. Ну, то есть вам будет удобней и будет меньше вариантов. Если вы проводите полный лезвий, то вот, вы мягкие лезвия используете только третье. У вас могут именно вот эти вот настроения какие-то по-свостам остаться. Если вы используете шпателя жестким лезвием, то таких моментов вы избегаете. То есть вы нанесли материал, приложили стеклоколст и выдавили полностью. То есть вот видно, что материал проходит через стеклокол, на шпателе внутри чуть-чуть не остается. То есть стеклокол полностью интегрируется в шпаковочную массу. Этот процесс уже даже нельзя назвать приклеиванием стеклопоста. По сути это внедрение стекловолокна в базовый первый слой шпатлёра. Воскресрутый шпатлёра Этот процесс будет выполнена в шпаках. Продавили шмаклёвку через стекло-кулс. Мы начали углеть стену и идем от угла до угла. Если потолок, то от одной стены до другой стены проходим, чтобы не даем подсыхать шмаклёвки на стыд. После того, как мы закончили или комнату целиком, или стену целиком, после этого мы переходим к следующему этапу. Мы наносим углёвочный слой. Делается это обычно сразу мокрым по мокрому, то есть как вы только закончили стену или комнату целиком. Ты говоришь про то, что мы накрываем стену пол, в этот же день. Но обычно как это происходит? Вы подклеили комнату или стену. Он у вас все равно уже подвялился отсюда, прибалдел. Как говорит обидмастер, прибалдел материал. И как бы он замоторил, уже полимерная шпаклёвка подразумевает то, что можно уже мокрым по мокрому отработать. Поэтому ничего страшного нет. То есть ничего не произойдет. И когда получается мы наносим вот этот слой мокрый по мокрому, мы уже, соответственно, начинаем здесь удалять какие-то неровности, если они есть. То есть если мы здесь прижимали стеклокол, выдавливали шпатлёрку узким шпателем, то там уже вот этот вот укрылочный слой мы уже работаем широким шпателем. Да. То есть на стадии уже дальше, когда мы накрываем, там мы уже можем использовать шпателя большего размера и тонкие лезвия, ну, чтобы увеличить свою производительность, скорость работы у вас. Если время позволит, в принципе, не время позволит, а мы оставим этот стенд, и вы сможете подойти к нам на стенд, и мы там через 40 минут произведем страшное шпаклевание этого же, ну, приклеенного стеклоколста. То есть мы покажем то, что вы в один день можете и наклеить, и пошпаклевать. То есть это показывает преимущество приклеивания стеклоколста именно на шпателку. Если бы вы приклеивали наклей, у вас эта операция, она уже была бы недоступна в этот день, у вас клея должен высокоить, это, как видимо, должно пройти 6 часов. Плюс никакого бесслойного грунтования, соответственно, если мы работаем одним материалом, и на приклеивание стеклоколста на укрывочный слой, и дальше продолжаем этим же материалом готовить основание под чистовую уже последующую отделку. Итак, мы, соответственно, перемещаемся тогда, ну, через 40 минут мы продолжим работу на нашем сцене. Если у вас остались какие-то вопросы по работе, Александр, я еще добавлю, еще немаловажно, когда приклеиваешь стеклоколстную шпателку, у тебя, как уже официальный сигнал, отпадает в момент того, что тебе надо при приклеивании наклейки, есть момент, что ты шпатлеваешь, у тебя потом шпателка размокает свой клей, то есть при приклеивании на шпателку вот эти риски, они все сразу автоматически отпадают. Ну да, получается, что стеклоколст, он как бы спечатывается в толще слоев шпатлевки, и здесь уже нет никаких дополнительных инородных материалов, инородных пленок, слоев и прочего. Также у вас автоматически отлетает проблема с кипением. То есть есть такой момент, что при приклеивании наклейки стеклоколста, может, в таком случае, именно, когда вы начнете наносить шпателку на клей, ну, стеклоколки клеем, что у вас есть риск подкипания шпателки. Если вы приклеиваете на шпателку стеклоколст, это... Да, здесь основание все равно имеет достаточную питомость для того, чтобы влага проникала, не выходила не только активно через плоскость, да, условно, в помещение, но и продолжала выходить немножко в основание. А поэтому проблем с кипанием нет вот этого испарения очень резкого, да, большого количества влаги, и из-за этого мы избегаем этого кипения. Итак, все. Спасибо за внимание. Перемещаемся на вопрос-вопросы.